Так, всем доброе утро! Бонжур, хеллоу! Шалом! Так, ждем пока все подтянутся. На урок Торы. Так, отлично! Максим Перенчук, шалом! Деоргий Нюня опоздал сегодня. Обычно Деоргий Нюня был всегда первый. Но сегодня Максим Перенчук, его успел первым зайти в бэк-метраж виртуальный. Обычно, что кто первый заходит, у него награда больше, чем у всех. Яков Шатанин, но тот, кто организовал, еще больше. То есть тут у нас Яков Шатанин, хоть он и позже приходит, но он, так как он участвует, вот прямо помогает организовать. Организовать, можно сказать. Таня Зуева, топовый поклонник. Олег Марголин, всем доброе утро! Марина Швалова. Многие заходят на уроки, но никогда не пишут ни шалом, ни здрасте, ни комментарии. Я даже не знаю, что они заходят, поэтому я вам советую, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь. И, ну, хоть я буду знать, что вы приходите. Маргарита Гришечкина, доброе утро! Елена Котин из Нью-Йорка. У нас есть замечательная участница уроков Елена. Алена Эйфория из Белгорода. Из Питера. Из Питера, она как бы уже в последнее время, а так она родом-то из Белгорода. Хорошо. Значит, сегодня мы изучаем Мишну. Интересно, что в разных сборниках они идут по-разному. И я, значит, в начале вчера по одной книге готовился, был один урок, а сегодня утром я по другой, другой по счету. Я иду, как я утром, готовил то, что свежее сейчас в памяти, потому что то, что вчера там очень сложное. Мы ее завтра выучим, с Божьей помощью. Хорошо, значит, сегодня у нас Мишна такая. Он говорил, Бен Хамеша Ним Лимикра, значит, говорил великий мудрец Тана, да, который жил две тысячи лет назад. Сети Мишнают, все, что мы здесь изучаем, было записано две тысячи лет назад. И... Барухато Адуйной Элейн Марахатом Шатульни Абидарах. Две тысячи лет назад, представьте. Мы сейчас сидим, читаем, спокойненько учим это. Удивительно. Значит, он говорил, что в пять лет Бен Хамеша Ним Лимикра, в пять лет начинают учить письменную Тору. Микра, это письменная Тора, это пятикнижие Моисеева, то, что Машера Бену получил от Бога и записал. Первая глава, Берешит Бара, вначале Бог сотворил небо и землю. Вторая глава, Проноха, вот сейчас как раз идет. Третья глава начинается, Лех Леха, про Авраама. То есть, интересно, чтобы решить сотворение мира, Адам решен. Потом от Адама до Ноаха десять поколений. Как раз первая глава охватывает десять поколений. Вторая глава, от Ноаха до Авраама охватывает десять поколений. Двадцать поколений от сотворения мира. И потом от Авраама до Машера Бену шесть поколений, всего двадцать шесть поколений. И Машера Бену двадцать шесть поколений. Двадцать шестое поколение получает Тору. А имя Всевышнего, юткей в avken, тот, кто дал Тору, да, четырех буквы на имя Всевышнего. Двадцать шесть его числовое значение. То есть 26 это такое особенное число, что я в 26 лет стал религиозным, например, Хазарти Батшува. 26 лет это особенный такой переходный период. И вся сегодняшняя наша мечта, она как раз о переходных периодах. Значит, говорит мудрец, что в 5 лет начинают обучать письменной Торе, микра. То есть ребенка берут 5 лет, обучают его вот эти вот 22 буквы, и он садится и начинает изучать Тору. Начинают он, кстати, изучать с маленьких детей, обучают, начинают с Ваикра, с книги Ваикра и глава Ваикра. И мы как раз назвали, мы уже взрослые, начинаем изучать Тору, но мы назвали портал Ваикра. Одна была из идей, почему называется портал Ваикра и Вазвал. Потому что дети в 5 лет начинают учить Тору с этой главы. Ваикра это как раз интересно о жертвоприношениях, говорят, что чистые начинают изучать самого чистого и так далее. Но мы назвали портал Ваикра, тоже была такая идея вроде этого. Значит, в 5 лет начинают учить письменную Тору. Отлично. Начал ребенок учить. У меня дети начали учить еще раньше, где-то в 3 года, да, в хедер мы отдали детей. И сегодня начинают буквы учить с 3 лет, именно классическая система образования. И в 5 лет они уже читают спокойно хумаж, 5 книжек, они читают, понимают. Дальше. Бен эсэр шаним ле мишна. То, что мы сейчас изучаем, это мишна йод, это устная Тора. И есть 6 разделов устной Торы. И вот эти вот устная Тора, она передавалась вместе с письменной в устной форме. И ее именно учили на протяжении 1300 лет, учили все наизусть, устно. И только в 120 году н.э., когда великий мудрец был, Раби Уда Анаси, он был главный мудрец того поколения, и он видел, храм разрушен, римляне Иерусалим разрушили, распахали, запретили евреям заходить, выслали большую часть евреев в изгнание. И у них было такое, как, ну, пророчество, он понимал, что евреи уходят сейчас в долгое непонятное вообще изгнание. Все были уверены, что Бог в конце концов простит еврейский народ и вернет в Израиль. Об этом молились три раза в день. То есть, как бы есть, была уверенность. Но когда это будет, никто не знал. И действительно, это было долго, до тысячи, ну, начали возвращаться в 1920-х годах, когда было решено, что, знаете как, когда Бог отправлял евреев в изгнание двухтысячелетнее, в Талмуде, в Ктубот, написано, что было три заклятия положено на мир. Как бы три было заклятия. Первое заклятие было, что евреи не могут силой возвращаться в Израиль. Не имеют права, то есть, именно идти войной, ну, идти силой. То есть, пока Бог не простить, нельзя. Второе было заклятие, прямо в Ктубот написано в Талмуде, это Талмуд записан полторы тысячи лет назад, что второе было заклятие, что евреи не имеют права восставать на народы мира, в тех странах, где они живут, нельзя захватывать власть. То есть, это же изгнание, это Бог наказал, чтобы исправились, и все. Нельзя захватывать власть и идти во власть. Третье заклятие было на народы мира, чтобы они притесняли, но не уничтожали. То есть, была создана новая система, потому что это нереально, чтобы народ Израиля не жил в Израиле. Это против хода вещей, природы. И поэтому Богу пришлось сделать, когда Он отправлял евреевы знания, нужно было сделать, переключить, как бы, вот эти вот колеса естественного мироздания. Когда говорится, Бог сделал заклятие, то это имеется в виду, в программном коде мира были сделаны три изменения. Понятно? И в 20-е годы, в 20-е годы прошлого века, 1920-й год, народы мира собрались и сказали, ну что евреи так, они ходят по миру уже 2000 лет, давайте их вернем в Израиль. И народы мира дали Израилю, вначале это была какая-то встреча в Сан-Рема, там Лига нации, потом было ООН решение, и в 1948 году, в 1948 году, Израиль опять появился вдруг на карте, после 2000-летнего такого отсутствия, вдруг опять появляется Израиль, значит, Иерусалим и все такое. Хорошо, значит, так вот, когда уходили в изгнание, Раби Уда Носи сказал, что то, что учили устно, и было запрещено записывать устную тору, он говорит, давайте запишем, но так, чтобы было непонятно, запишем коротким кодом, как телеграммами такими, да, и вот эти вот Миш-Тайот, которые мы изучаем, их записали телеграммами, и они вроде были записаны, но без того, чтобы кто-то объяснил, непонятно, то есть остался этот элемент устной торы. Так вот, в 10 начинали учить устную тору, написано так, что Бен Эссер, когда человек в 10 лет, он должен начать учить устную тору наизусть, учить, 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 чтобы запомнить. Дальше. Бен Шло Шесре Лимитсвот, значит, когда 13 лет, становится уже военно обязанной. В 13 лет, значит, это Бар Митсва, уже еврейский ребенок обязан соблюдать заповеди, он как в армии уже. До этого времени он только учится, с 13 лет он уже военно обязанный, обязан соблюдать Бар Митсва. Само слово Бар Митсва переводится Сын Митсвы, Сын Заповеди, то есть он уже обязан соблюдать заповеди. В 15 лет Бен Хамешистра Легмара. В 15 лет начинают учить Талмуд. Что такое Талмуд? Значит, собрались потом мудрецы в Вавилоне в 300 году. В 120 году записали Мишну телеграммами. Теперь собрались мудрецы в Вавилоне и говорят, мы действительно в изгнании, и мы чувствуем большое отупение относительно того, как жили в Израиле. Потому что в Израиле написано, что воздух земли Израиля умудряет. И кто был в Израиле, он знает, что приезжаешь в Израиль, и там все шибко умные. Такие прям умные-умные. Почему? Потому что Израиль, это место как ворота в небо, там повышенная связь с Богом, и поэтому у людей начинает голова лучше работать. А они в Вавилоне собрались мудрецы и говорят, мы уже не понимаем, что это телеграммы все значат. Давайте пока не поздно восстановим их значение. И они сели, значит, в вавилонских ешивах, и они брали вот этот вот один трактат устной торы, Мишны брали, и садились и начинали вспоминать, а что это значит, а что это значит, если это так. И они логикой, они восстанавливали полностью все объяснения, которые передавались в устной форме. И таким образом записали вавилонский талмуд. Это была прямо коллективная обработка вот этих вот телеграмм устной торы, в которых была зашифрована устная тора. И вот они, значит, это все записали в талмуде, причем они записывали все мнения, вопросы, ну и так далее. То есть это не просто однозначная расшифровка, это именно логическое вычисление, сопоставление и так далее там очень сильно. Это называется талмудический способ мышления. Я могу сказать, что вот я когда в 26 лет стал религиозным и поехал в ешиву, то это изменило полностью мой способ мышления. То есть это абсолютно другой способ изучения реальности, когда ты ничему не доверяешь, и ты с помощью анализа вопросов должен вычислить, должен вычислить вот это вот, ну, значение, значение каких-то вещей. Хорошо. Дальше. Значит, в 15 лет начинали учить талмуд. До этого, до этого нет еще силы ума такой, как учить. Я когда-то, буквально недавно, я объяснял нескольким людям, меня спросили, а что учат дети, что учат дети твои в ешивах, да? Я им когда объяснил из талмуда, с чего они начинают учить, они просто чуть с ума не сошли. То есть я объяснил на простом примере, что такое талмудический способ мышления, из чего дети начинают учить талмуд. Значит, первое, с чего дети начинают учить талмуд, что если ты нашел какую-то вещь на улице там или где-то, то ты должен ее вернуть владельцу. Она кому-то принадлежит, она не твоя. Но чтобы ее кому-то вернуть, ты должен, ты должен, чтобы что-то вернуть кому-то, ты должен знать, что оно ему принадлежит именно. Поэтому, поэтому, значит, вот не отвлекайтесь вообще, собака не имеет значения в принципе вообще в этом истории. Вот сосредоточьтесь. Значит, если ребенок, с чего начинают учить талмуд дети? Ребенок, человек нашел что-то на улице. Эта вещь кому-то принадлежит. По торе он обязан ее вернуть. Он не имеет право эту вещь забрать себе, если она чужая. Забрать себе чужую вещь, это украсть ее. Значит, он должен ее вернуть. Это заповедь. Бог сказал, возвращай вещи. Но, он же должен определить, кому она принадлежит. А может, он ее вернет не тому. Тогда, получается, он взял у кого-то вещь, украл, еще не тому вернул. Значит, поэтому, он эту вещь может вернуть только человеку, который докажет, что эта вещь его. Чтобы доказать, что эта вещь его, эта вещь должна, должна иметь признати, какие-то, ну, признати. То есть, например, там, я нашел шапочку, на ней написано, шапочка принадлежит, там, Маше Петровой. Там есть наклеечка. Все, если есть наклеечка, потом я пишу, нашла шапочка, звонит человек, я потерял, какова ваша шапочка, из норки, написано на ней что-то, написано там, ЦСКА, нет, у меня нет вашей шапочки. То есть, только если позвонит человек, опишет шапочку, и скажет признак, тогда я должен ему вернуть. Но если я нашел вещь, а на ней нет никакого признака, значит, хозяин не сможет доказать, что он ее потерял. Значит, я ее могу забрать себе, потому что он, как, он, он мысленно, когда он понял, что он ее потерял, он от нее отказался. То есть, он говорит, эх, была у меня ручечка красивая, а теперь нету. Значит, в этот момент, когда он отчаялся от этой вещи, он как бы эту вещь сделал ничьей. Он от нее отказался, он ее сделал ничьей. То есть, он говорит, я ее потерял, нету у меня больше вещи. В тот момент, когда она стала ничьей, то тогда она может стать моей. Понятная идея, да? Это с этого дети начинают учить Талмуд. Но возникает тут вопрос. Представьте, а вот теперь начинается настоящий Талмуд. Задается вопрос. Хорошо. Если хозяин отчаялся от своей вещи, то есть, он говорит, все, потерял ее, нету у меня. Значит, она вышла из его владения и вошла во владение того, кто ее нашел. Но если он не знает, что он ее потерял, то есть, когда он осознает, что он ее потерял, он, естественно, скажет, жалко, потерял я ручечку, пропала. Что пропала, то пропала. Но если он пока не знает, ручка выпала из кармана, и он себе спокойно идет дальше. Я ее нашел. Понимаю, ручка без знака. Значит, он когда поймет, что он ее потерял, он скажет, эх, потерял я ручечку, все. И в этот момент она стала ничьей, я могу забрать себе, это не будет кража. Но, если он еще не знает, что он ее потерял, значит, он в мыслях-то думает, что это ручка его. Понятная идея? И значит, если я ее заберу, это будет кража? Понятно? Понятно. И что? И ничего, Талмуд говорит, что июш шло медаат, а в июш шло а в июш, я не помню, какой там, там есть, в общем, идет очень большое выяснение, идет выяснение, я не помню, какая, какая здесь именно закон, я не помню, куда там идет закон, но выясняется очень долго, это учат дети, что есть такое понятие, как мышление, принадлежит, не принадлежит, собственность, можно забрать, нельзя забрать, то есть, это как раз, как раз это и есть, вот это вот, талмудический способ мышления. Мы учим в Мишне, в Перте, вот, что в 15 лет надо начинать учить талмуд, то есть, с 15 лет уже ребенок ходит во взрослую жизнь, у него есть уже запас аксиом, он учил первых 5 лет жизни, он учил письменную тору, потом 5 лет он учил устную тору эти телеграммы, у него есть широкий охват, он уже знает все, что, о чем говорит тора, то есть, тора говорит обо всем, тора говорит обо всем, создатель мира, который создал мир, он полностью объяснил, как мир работает, от сельского хозяйства до семьи, от астрономии до анатомии, потому что, когда режут животных, есть кашрут, и когда режут животных, очень важно там есть, проверить, или оно здоровое, или нет, потому что, если это животное нездоровое, а ты его съедаешь, то на тебя, на тебя может перейти вот та болезнь, которая в нем уже была запрограммирована в его крови, в его ДНК, и поэтому, когда животное режут, убивают, то по кашруту, его должны проверить, проверить четко, чтобы не было у него ни одной из 70 болезней, от которых оно могло бы умереть, легкие проверяют, желудок проверяют, печень проверяют, то есть все внутренние органы, если у него были переломы, и так далее, оно уже не кошерное, поэтому Тони Робинс, например, есть такой известный тренер, он говорит, мясо вредно, мясо вредно, мясо вредно, но если ты кушаешь мясо, он говорит, кушай кошерное, единственное, мясо не вредное, это кошерное, потому что оно настолько проверенное, что просто капец, извиняюсь за слово капец, двигаемся дальше, значит, еще раз, в 5 лет письменная Тора, в 10 лет Мишна устная Тора, но ее вот эти вот телеграммные, такой, как телеграмма, это код, в 15 лет Талмуд, который этот весь код разбирает, дальше, следующий этап жизни человека написано здесь, значит, Бенш Манаэстр Эли Хупа, в 18 лет жениться, значит, мудрецы Талмуда, мудрецы того времени и создатель мира утверждают, что в 18 лет мужчина уже у него, его начинают колбасить, колбасить его начинают гормоны, он вошел в возраст, когда у него уже конкретно ему надо жениться, поэтому в 18 лет написано Ле Хупа, в 18 лет должен мужчина, здесь обращается эта Мишна к мужчинам, в 18 лет надо жениться, сегодня принято жениться в 21 год в религиозном мире и в 21 год во всех ешивах парни начинают жениться, то есть желательно выйти с 21 до 22 лет, все должны успеть пожениться, и там именно как в армии, так, да, но у хасидов, например, принято жениться раньше, и, то есть, в 18 лет, в принципе, надо жениться в 18 лет, дальше, дальше нам сообщает устная Тора, Бен и Стрим, Лердов, в 20 лет, Лердов, здесь есть два, как бы, значения этого слова, Лердов, это гнаться, значит, когда ты женился, у тебя уже ты наполнен Торой, то есть, ты уже учился, там, с 15 лет ты учил Талмуд, 5 лет поучил Талмуд, в 18 женился, год после свадьбы еще продолжают учиться Талмуду и учиться семейной жизни, семейная жизнь, это, это целая наука, конкретная наука, если ты эту науку изучил, в Талмуде есть целый трактат, называется Ктубот, о том, как строить семейную жизнь, вот такой вот, 100 листов, а если с комментариями, там, 500 листов будет, знаний, как правильно выстроить семейную жизнь, разбираются мельчайшие, мельчайшие детали, от отношений сексуальных, до отношений, до отношений, финансовых в семье, ну и так далее, все предусмотрено, все предусмотрено. Теперь дальше, когда, что такое Лердов тогда, вот ему 20 лет, Лердов, мы устроены так в мире, что Бог дал, уже первому человеку, Адам Решону, когда он его создавал, первого человека, он ему сказал, Лишамра, Улявда, землю, то есть ты будешь охранять и обрабатывать землю, а потом он ему сказал еще, что в поте лица будешь есть свой хлеб, то есть человек в этом мире, он должен мир этот преобразовывать, то есть если бы Бог хотел сделать по-другому, то не нужна была бы вся эта материальная история, он бы сделал бы людей как ангелы и все, но он сделал так, что мы живем в том мире, в котором, в котором, ну вот именно надо гнаться, гнаться за заработком, и вот здесь так и написано, с 20 лет гнаться, то есть Лердов, он прямо гонится за заработком, чтобы прокормить семью, и вот он значит гнался, гнался с 20 лет за заработком, и Бенш Лошим Лекоах, и в 30 лет он пришел, что он стал сильным, то есть здесь есть очень интересно, в этом мире, в этом мире, вот Георгий Нивня 18 женился, у него сейчас несколько детей, первый приходит на урок, молодец, значит в этом мире, в этом мире, чем больше ты упираешься куда-то, тем больше растет твоя сила, и поэтому если с 20 лет до 30 лет, он гнался за заработком, работал, поле обрабатывал, учился, и так далее, детей уже нарожал, то он стал в 30 лет сильный, и выносливый такой, да, все, в 30 лет он уже стал сильным, и значит, дальше он продолжает, что делать, он продолжает дальше работать, учиться, воспитывать детей, жить с семьей, и к 40 годам я это прям прочувствовал, вот тут написано, в 40 лет Лебена, в 40 лет к нему приходит понимание, в 40 лет приходит понимание, он начинает, у него просыпается логика, и мозг становится сильным, это в 40 лет, здесь написано, Бен Арбейм Лебена, и он начинает понимать, что есть, что в этом мире, он уже понимает цену всем этим иллюзиям, он понимает, что важно, что не важно, вот этот кризис среднего возраста, это как раз в 40 лет, и он переосмысливает свою жизнь, он переосмысливает, и к нему приходит 40 лет понимания, значит, понятно, дальше, Бен Хамишим Лейца, в 50 лет, вот мне уже скоро 50 лет, ну сейчас пока мне 46, будет 47, но уже почти 50, можно сказать, в 50 лет человек приходит к состоянию Ле Эца, Бен Хамишим Лейца, он уже может советовать, вот я уже, я до последнего времени, я как-то не чувствовал, что я могу советовать, но сейчас я могу советовать уже, советовать, прям реально давать советы, уже прям я чувствую, что вот осталось 3 года, и у меня уже будут советы, очень серьезные советы, да, к 50 годам, дальше, Бен Шишим Лезикна, 60 лет уже к старости, все, 60 лет уже готовься к старости, то есть уже понятно, что жизнь близится к закату, 60 лет уже ты перевалил через половину жизни, ну и уже как бы все, Лезикна. Значит, я еще не могу ничего прокомментировать здесь, потому что, ну как бы я особо не понимаю этого возраста, но 60 лет уже, уже это 60 лет, это 60 лет. Значит, Бен Шивим Лесейва, в 70 лет это седина, в 70 лет седина, царь Давид умер в 70 лет, то есть это средняя продолжительность жизни 70 лет, и в принципе нужно настраиваться на 70 лет, то есть, ну потому что средняя продолжительность жизни 73-72 года, а что? Ну а что идти против цифр? Хотеть можно больше, но, но как бы 70 лет уже седина. Дальше, Бен Шмуним Легвура, и тут в 80 лет написано, Гвура это мощность, к 80 мощность, почему так написано? Потому что написано в псалмах Давида, написано так, что жизнь человека 70 лет, если в мощности, то 80 лет, то есть 80 лет, если человек перевалил за 70 лет, есть такие люди, уникумы, вот у меня, слава богу, отцу сейчас 87 лет, и 87 лет, а он прям такой активный, активист, что-то он делает, есть люди, Жванецкий, там, ему 87, и так далее, есть люди, которые, вот они перевалили, перевалили, значит, за 80, их уже прет, то есть, есть единицы, но это уникумы здесь, если человек 80 лет перевалил, значит, он мощный, можно сказать, что он мощный, этот человек. Теперь дальше, Бен Тишим Ля Шуах, значит, 90, Шуах, тут разные комментарии, значит, разные комментарии, Шуах, это большинство говорят, что он уже сгорбленный, в общем, все комментаторы сходятся к тому, что в 90 уже надо думать о Модиле, то есть, ты уже понимаешь, что ты уже, ну, как бы, вот ты уже, ну, вот-вот ты уже, один шаг остался, один шаг остался, Бен Мэа, километ, в 100 уже как будто умер, в 100 как будто умер, то есть, понятно, что 100 лет, ну, классно, 100 лет, все, но уже как будто бы тебя нет, то есть, у тебя уже ни одного друга не осталось, у тебя уже как бы, ну, все с кем ты жил, уже умерли 30 лет назад, ну, которые твои одноклассники, в среднем люди умирают в 70, то есть, у тебя уже в этом мире, кроме родственников, которые, ну, которые у тебя есть, у тебя никого не осталось, я вспоминаю сейчас известную историю, как одна француженка умерла в 117 лет, так, в 75 лет или 80 лет у нее не было детей. И она заключила договор с одним адвокатом, что этот адвокат будет ее снабжать до конца жизни, а она ему потом оставит наследство. Ей было тогда 75, адвокату 40. А она умерла в 117. Это там адвокат, ее всю жизнь он ее содержал, содержал, содержал и умер раньше, чем она. Это есть известная история. Ну, в общем, есть, можно погуглить. Француженка, она умерла там в одной из самых долгожительных в мире. Но смешно, что она в 75 лет заключила это самое. Теперь, значит, ну, если написано так, что в 100 как будто умер в Авар и перешел у Батель Минаулам. И он от этого мира уже освободился в 100 лет. В 100 лет он уже освободился от этого мира. Я вам скажу так, что последние все руководители еврейского народа, мира Ишиф, именно религиозного мира, они все уходили в следующий уровень, вот последний, Рав Ильяшев, 106 лет. До этого, потом был последний Рав Штейнман, там, 104 года. До этого Рав Шах, 112 лет. То есть, они последние вот эти вот, но они были уже именно со 100 лет, они уже были не в этом мире, то есть, они были полностью в мире, ну, вот, в духовном. Но они продолжали проводить уроки, преподавать там и так далее. Сейчас глава мира Ишиф, Рав Эдельштейн, ему где-то лет 95. Так учат, ну, есть такая шутка, что в мире Ишиф, в таком ортодоксальном, религиозном мире, карьера начинается с 90. То есть, с 90 ты можешь только там уже как-то приблизиться к мудрецам. Все, значит, давайте сделаем для себя выводы. Какие мы сделаем для себя выводы? Выводы мы для себя делаем следующие, что есть этапы в жизни. И какой бы ни был сейчас этап у каждого из нас, надо знать, что этот этап пройдет, и будет следующий этап, и тот пройдет, и будет следующий этап. Что все в этом мире, оно меняется, и мир это как учебный класс, в котором ты проходишь каждый этап за этапом, со своими проблемами, со своими какими-то задачами, а потом все уходит. И нужно помнить, что с чем ты выйдешь из этого мира, это только духовные твои достижения, это только Тора, заповеди. И Равшах, которому он в 112 лет умер, а он еще где-то до 105, до 107 лет, он был руководителем вот этого мира Ишиф, так он говорил, что, вы знаете, говорит, я готов уйти вот в любой момент, в середине разговора. Меня здесь ничего не держит. Я просто живу, но я в любой момент готов, оп, душа вышла и пошел туда. Очень важно жить так, чтобы у тебя с собой было что взять, чтобы ты не боялся умереть, потому что ты знаешь, что у тебя следующий этап в жизни, он еще лучше, чем предыдущий, как следующий уровень, это рай и потом грядущий мир. И тогда жизнь становится веселая, счастливая, потому что, если говорить про физиологию, у человека вырабатывается гормон удовольствия, один из гормонов дофамин, когда у него есть позитивное ожидание от будущего. Если я жду Ганейдена, то мне уже хорошо. Если я жду рая, да, что есть рай, если я жду грядущий мир и так далее. То есть, если человек, он ждет смерть, яма, могила и все, то, конечно, конечно, у него, в принципе, непонятно тогда, зачем все. Поэтому я вам желаю, чтобы вы знали работу каждого этапа и на каждом этапе, чтобы набирались торы, заповеди, добрых дел, для того, чтобы, если, не дай бог, этот скафандр отпадет, вдруг раньше времени, да, то есть, по времени это в 70 лет, но скафандр, он все время дряхлеет. Вот этот биоскафандр, он все время дряхлеет, становится, уже после 40, он, нужно все время его там подкачивать, заставлять бегать, знаете как, заходишь в спортзал, смотришь люди такие, на беговых дорожках, мне это все напоминает, как хомячки бегают в клетке на таком кругу, но я сам бегаю на беговой дорожке, потому что, если этот скафандр не подкачивает, то он дряхлеет, а жить в дряхлом скафандре неинтересно, больно, нет энергии, неприятно и так далее, то есть, нужно держать тело в хорошем состоянии, но знать, что я это не тело, я это то, что это тело наполняет, то есть, это душа, и эта душа, она как голограмма такая, она оживляет тело, потому что тело живет и двигается, не потому что оно прям супер какой-то, есть некий управляющий элемент, вот это я, я захотел, оно двинулось, захотел, не двинулось, и вот эта голограмма управляющая, она потом выйдет из тела и пойдет в духовный мир, поэтому тут нечего, в принципе, бояться, все, удачи, успехов, и напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, свои три вывода, и поделитесь этими выводами с друзьями, все, удачи, успехов!